привет 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 песен и с вами морж 8 мая у нас на календаре понедельник начало новой рабочей недели и само собой в нашем любимом епсе сегодня завозят селекцию челси принципе знали мы об этом заранее и и мы и будем открывать кроме этого кроме этого ребят появилась у нас новое соревнование ну вернее как новое стандартное повторение тех соревнований которые уже и были как обычно как обычно набиваем очки получаем гп получаем тренеров навыков это полезно но один тренер навыка это конечно жадный к нами жадные прям как не в себя и 60 тысяч гп не знаю нужны они вам не нужны в конце концов на них сейчас хотя бы можно места в конюшне игроков расширить так сказать уже хоть что-то хорошее ну и давайте смотреть чего у нас по селекции единственно хочу на что хочу обратить ваше внимание что так у нас в четверг уже заканчивается английская лига вы видите осталось два дня 18 часов итальянская лига и испанская лига если вам нужны игроки из этих лиг кто стоит покрутить их до четверга потому что потом их не будет кроме этого у нас в четверг обновятся номинальные контракты ну и дополнительные номинальные контракты да если про дополнительные мне сказать хорошего нечего тут японцы брали вы их не брали дело конечно ваше надеюсь что в этот четверг добавят ну вот как у нас были эти клуб айкон да вот там где буфон был ну хотя бы хотя бы чтобы можно было из этих дополнительных братья игроков европейских клубов а не собственно японской лиги потому что при всем уважении так сказать это мало кому интересно если честно хотя у тут кагава есть сколько ему лет уже 33 года да когда-то ты играл за мачестер юнайтед хотя блин как же меня обострут если это не тот кагава какой-то другой кагава ну вроде тут ладно это мы ждем обновления в четверг и я надеюсь там будет действительно хороший набор игроков у нас же сегодня челси 8 игроков три попытки к сожалению бесплатную нам на это все дело не дают что хочется сказать по игрокам многие из них уже попадали в команды недели и были в спецвыпусках поэтому я выделял бы трех конечно же это канте была у нас всего одна его спец карточка причем очень очень давно то есть у нее не были прокачены все стили по 90 она качалась до рейтинга 95 этот будет 96 на автоматической прокачке с сыгранностью будет 98 дичайшие статы в защиту класснейшая скорость и ускорение единственная проблема у него с естественно прыжком игрой головой и корпусом и канале вроде бы как идет за вариантом о мы делаем игроков реалистичными и я видел как играют cante и вы видели как играет cante и мне кажется несмотря на рост 168 корпус у него очень даже здоровский хрен ты его оттолкнешь вот по навыкам у него большое количество навыков даже обводка двойным касанием есть принципе для опорника это такое себе но при этом есть опекун перехват подкат акробатические выносы я в этом добавлял верховое оглавенство что там еще у нас есть на защиту в общем все защитные навыки я бы ему усиливал плюс пас бы добавлял вышел бы очень даже он неплохой далее аспир тоже один раз он всего лишь появлялся у нас виде специальной карты которая качалась до 91 этот будет качаться до 94 с игранностью будет 96 поэтому собирать состав челси он вам пригодится навыков у него 7 опекун перехват есть верховое оглавенство есть подкат есть блокировщика добавляем боевой дух добавляем в общем по стандарту ну и мудрик мудрик недавно перешедший в челси относительно была одна его спецкарта и здесь вообще смешная вещь получается смотрите у нас он был за номинальные контракты и он качался до 90 а потом база данных обновилась вот и появилась его обычная карточка который качается до 91 но то есть у нас была специальная карточка которая качается в 90 а потом обычная карточка начала качаться до 91 это очень забавно на самом деле это как эта же карточка будет качаться до 94 и 96 будет с игранностью 10 навыков у него включая супер саба есть обводка двойным касанием проброс между ног со зворота отскока топорной дальние подкрутки удары с подсечкой удары с наклевом пас касания само собой ему нужно ловить удар без подработки вот он ну и навыки на пасы тоже нужны хотя пас у него если честно очень печальный откроем посмотрим три попытки может кто хороший выпадет я бы и вот именно именно этих трех игроков выделял бы от челси по-моему они заслуживают внимание по крайней мере если вы собираете клуб который идет сейчас на почетном 11 месте в английской премьер-лиги напоминаю что если нужно задонатить на android с российских карт на мобилочку пишешь мне в личку в телеграме ссылка в описании закрепленном комментарии вот я тебе с этим могу помочь там же мой telegram с новостями там же чат где можно пообщаться с единомышленниками ладно первая соточка полетела завтра наверно выпущу прокачку этих ребят вот мы будем ждать четверга там конечно будет гораздо больше всего интересного в первую очередь я думаю всех интересуют номиналки это раз во вторых во вторую очередь мне кажется всех интересует когда же уже все-таки нам добавят команды за золото которые по 900 и по 1500 пулишич мне выпадает что по нему хочу сказать не 1 его это специальная карта был у нас он в финишерах вот был у нас да такой пак и там он имел максимальную прокачку 94 а этот будет иметь всего лишь 91 то есть далеко не лучшая его карточка ну и удивляю что пулишича всего лишь собственно 6 навыков ну почему не 10 ну как бы хрен его знает вот но при этом есть супер сап ладно пулишич когда-то был очень имбовым товарищем в нашей игре но сейчас и сам челси не слишком хорошо себя чувствует ну и само собой игроки от него не получают супер классно мега какие-то рейтинги вот середня кпл так сказать сами понимаете куда деваться пора канами подписывать не знаю договор с брайтоном они на седьмом месте брайтон блин чего мне выпадает было дважды в команде недели оба раза с позиции левый защитник вот там очень неплохие карточки это будет примерно ну плюс-минус такая же вот само собой его можно использовать в сборной англии само собой его можно использовать в челси значит тоже 6 навыков у него перехват подката карбатика пас касание точность подачи сильное вбрасывание ну на самом деле как именно как дикозащитник он мне не понравился он скорее лпзшник больше как по мне ну такое ладно ну и третья карточка давайте поглядим кто мне выпадет пока что из тех кого я прорекламировал так сказать никого вот на почему я на мобилке это не открываю ребят на мобилке челси я не собираю вообще ну в смысле есть собранный с этим как называется с эпиками да там страх бой все всеми делами вот и эти игроки мне туда не нужны манди выпадает тоже много раз он у нас достаточно был из-за и за ебало его можно было взять и за номиналки его вроде можно было бы взять но по номиналкам если честно я не совсем помню в целом очень неплохой вратарь с одной стороны да я не очень люблю стиль атакующий вратарь с другой стороны у него рост почти два метра и прыгает вполне себе достойно всего лишь один навык у него поэтому вратарский конечно можно добавлять в принципе в принципе вполне себе неплох а пиши открывал ли ты этот пак или не открывал ли этот пак успевает забрать кого-то за номиналки если еще не забрал успевай забрать апл итальянскую лигу и испанскую лигу и потому что в четверг это все дело исчезнет но на этом я с вами прощаюсь как всегда можешь как всегда пока пока